Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. В имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Многие посмотрели видео, где якобы Отрад говорит, что ходить в храмы, где поминают Кирилла, мол, можно, просто когда поминают, говорит, я не сопричастен им. Или, мол, не молиться, когда они молятся за него. Не обманывайтесь. С еретиками молиться нельзя. Где это видно, чтобы на литургии пол-храм или весь храм поворачивался во время службы за спиной и говорил, что я не сопричастен им. Или тем более, когда выносят дары, где на входе поминают Кирилла. Верующие люди отворачивались, мол, и говорили, я не с ними. А что же говорить, когда причащаешься с ними? Получается, устами и исповедуем, что не с ними, а причащаемся вместе с ними? Мы пытались выразуметь отрока Павла, но не знаю, внял его нашим словам или нет. Мы категорически против хождения в храмы, где поминают Кирилла. Ты или верен Богу, или нет. Мы также считаем, что восьмой собор состоялся. Пусть себя не обманывают, мол, те, кто думают, что восьмой собор еще будет впереди. «Поминая нечестивца Кирилла, священство, вы сами становитесь сопричастны к еретичеству, которое он проповедует. Из-за страха бесовского, но не из-за страха Божьего. Сейчас люди ходят и поминают Кирилла. Каждый любящий Христа, Бога, пусть лучше дома сидит, чем предает Христа». Бесы смеются над теми, кто сейчас ходит в храмы, где поминают Кирилла. «На днях бес в человеке говорит и смеется, что мы бошки будем рубать всем тем предателям Христа, которые сейчас ходят, где поминают Кирилла, так как там ересь и никакого причастия нет, дух Антихриста и Кирилл ихний, что единицы остались верны Христу, что в православии сейчас тьма. Неужели вы, миряне, пастыри и архипастыри, не читали как мученики терпели страдания за Христа? Им прилагали все блага, высокие должности, богатства, лишь принести жертву идолам, а потом идите, мол, служите своему Богу. Мученикам отрубали руки, ноги, жгли раскаленным железом и всячески пытали. В итоге отрубовали голову или другим способом убивали их. Теперь же люди предают Христа без мучений. Пастыри боятся лишиться прихода и паствы. Миряне же понимают, что священники и богоотступники все продолжают убаюкивать свою совесть и упорно ходить в храмы, где поминают Кирилла. Почему мы, верующие люди, не можем проявить стойкость и любовь ко Христу? Верных Богу чад он духом своим святым причастит. И если рядом нет верных священников, вспомним, как святой Паисий Святогорец писал. Когда его священник отручил от причастия за то, что он вкусил елея среди недели и укурил его, мол, какой же тут пустыняк, но при этом священник не знал, какие подвиги он терял. Когда все подходили ко причастию, преподобный Паисий стоял в стороне и укурял себя. Во время причастия всех преподобный Паисий ощутил огромную благодать и сказал, хоть я и не подходил со всеми ко причастию, но Господь духом своим святым причастил. Нету стойкости и верности ко Христу. Сейчас одно предательство. Люди все время пытаются найти лазейки, мол, еще можно ходить. Паспорта бумажные РФ еще можно брать. Взяли паспорт, биометрически, говорят, это еще не чип в руку. Но взяв чип, я не удивлюсь, если они еще что-то придумают. Святые старцы говорили, что на какое-то время не будут веры православной, только единицы будут верными, что мы в принципе и наблюдаем. После Восьмого Собора сколько времени прошло? Все копается, копается и не могут понять, куда ведут евреческие патриархи и епископы, людей. Кучу роликов все пересмотрели, а также те же самые священники и епископы. И все продолжают его упоминать, все упорство в своем заблуждении и трусости исповедовать Христа. Мы считаем, что главная причина ухода из СМП храмов, где поминают Кирилла, это подписанные патриархом Кириллом ереческие документы в Шамбезе и декларация в аэропорту Гавана, в котором все ересь экуменизма признана учением православной церкви, после чего многие архиереи и священники перестали считать экуменизм ересью. Мы называем уже патриарха Кирилла ертеиком, так как он открыто проповедует все ересь экуменизма и заражает своим зловерием других членов Русской Православной Церкви. Мы называем уже патриарха Кирилла отступником, так как он попирает и отвергает православную веру, исповедует веру в единого «Бога» с иудеями, мусульманами, буддистами, индуистами и другими язычниками. Религия антихриста тем опасна, что внешне никто не будет оставлять вас отрекаться от Христа или менять свою веру. Не будет изменений догматов по букве, не будет унии в прежнем ее виде, не будет объединения религий в одно. Это слишком грубо и оттолкнет не только православных, но и представителей других верований. Проповедуется новая религия, а от вас требуется только одно – согласиться, что у всех религий единый Бог, что истина и у других, и что каждая религия идет к Нему своим путем. Оставайтесь православными и только признайтесь, что ересей, еретиков и отступников больше нет, все младети Божии. Мне как-то звонил один священник, который находится под покровом Владыки Зосимы, и говорит, ты знаешь, ко мне приехали люди, а я на службе поминаю грядущего царя, служу царскую службу. И когда я на возласах поминаю царя, эти люди становились одержимыми и бесновались, и бес в них кричал, насколько он был противен этих царских ектиний. И он говорит, я так сильно укрепился, и теперь ни капли не жалея, что я ушел с МП храма, где поминают Кирилла. Мы верующие люди знаем, что пройдет царь, и осталось совсем немножко. Будем молиться, и если даст Бог дожить до него, до православного грядущего царя, ему послужить. Дай нам всем Бог стойкости и верности положить Христу такую, как Господь даровал Исповеднику Максиму. Спаси все Христос. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Хочется добавить еще немного про Павла. Я не хочу в этом видео его обидеть, больше делаю для тех, которые прелестились со словами его. Вот смотрите. Павел говорит, что ангел ему сказал ходить к тем священникам, которые Бога не предали. Ну а среди поминающих Кирилла они все предатели. Верующие не обманывайтесь, а то говорят, что мы знаем священников добрых, хороших, молитвенников, постников великих. Ну и что? И что с этого? Что они добрые? Все они трусы и маловеры, и никакой пост их от того, что они предали Христа, не спасет. А то говорят, мол, к священникам, которые имеют РФ и паспорта, и поминают Кирилла, мол, ходить еще можно, а которые приняли паспорта биометрические, ходить нельзя, что там нету благодати у священников. Но ведь Кирилл Гундеев ездит по всяким странам не по праздному же билету, а имеет паспорт биометрический. А вы, священники, кого упоминаете? Получается, что без благодатного патриарха, но если вдуматься в эти слова, то выходит, что упоминая иеретического патриарха, о каком причастии может идти речь? Ангел говорил Павлу, что порог последним был отрок Вячеслав. Так оно и есть. Но ведь мама его ходит к священнику, непоминающему, не правда ли? К нам как-то приезжали люди, которые страдают от нечистого духа. Господь им дал так удар, что они уверовали и стали ездить к священникам, непоминающим, ходить к ним на отчитки. И в итоге так получилось, что им пришлось уехать, уехать в город каким-то причинам. Но там у них стала ломка и снова захотелось бы пойти в храм. В храм, где поминают Кирилла, потому что других мест рядом не было. И этот человек говорит, что, мол, пошли в храм, поисповедовались, и когда подходили к причастию, когда только причастились, а дух нечистый в него вошел. Так Господь наказывал тех людей, которым Он дал дар, выйти из этих храмов юридических. Но они все же соблазнились и снова стали ходить. Давайте будем быть верными и стойкими. И исповедовать Христа до последних дней наших. Спаси всех Христос. Субтитры создавал DimaTorzok